Прямая связь. В прямом эфире на ТНВ. Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков ТАИФНК еще на стадии закладки капсулы вошел в историю. Уникальный, первый в России и даже в мире самый эффективный. Вообще такого проекта нет. 95% светлых нефтепродуктов. Здесь появится практически такой же объем, даже больше светлых нефтепродуктов, которые мы сегодня имеем. Системная, кропотливая работа группы компаний ТАИФ, которая шаг за шагом решает эти задачи. В процессе строительства комплекса показатели только росли. По глубине переработки в итоге вышли на фантастические 98,6%. Производственная мощность комплекса по сырью 3,7 млн тонн. Из него на КГПТО получают исключительно качественные, востребованные светлые нефтепродукты. Нафту, дизельное топливо и керосин. Но чтобы выйти на рекордную глубину переработки, ТАИФНК предстояло взять рекордную высоту по доставке грузов и спецоборудования. Реактор гидрокрекинга весом 1377 тонн изготовили в Индии. Это сердце КГПТО, самая большая и тяжелая часть комплекса. Сначала его перевезли в Санкт-Петербург, затем речным транспортом отправили в Нижнекамск. Уже сама перевозка стала мировым рекордом. Предметы столь внушительных габаритов и веса до этого никогда не переправлялись по реке. Шутка ли? Высота реактора свыше 40 метров, вес почти 1400 тонн. Для понимания, столько весит пятиэтажный жилой дом вместе с фундаментом, жителями и мебелью. Вот и представьте, такой дом нужно было сначала доставить в Питер по морю, а затем по реке в Нижнекамск. Водное путешествие только из Санкт-Петербурга в Татарстан продлилось более девяти суток, для чего на барже пришлось проплыть более двух тысяч километров. Выгрузка такого оборудования, доставка его на площадку завода – это отдельная операция, которая, на мой взгляд, также достойна упоминания в книге рекордов Гиннесса. Самый тяжелый объект, перевезенный речным транспортом, достиг своей конечной цели. Доставляли такой реактор до места назначения с помощью специального трала. По полтора километра в час в ночное время суток. Чтобы все прошло идеально, даже пришлось на отдельных участках пути поменять дорожное полотно и перенести линии электропередач. КГПТО – комплекс уникальный во всех смыслах. Во-первых, аналогов нет самой технологии, которая применена в Нижнекамске. Соответственно, оборудование для такого комплекса заводов также уникально. Его невозможно заказать в одном месте. Реактор гидрокрекинга изготовили в Индии. Оборудование для установки по производству водорода заказали в Германии и во Франции. А вот теплообменники лучше всего делают в Италии. Компания Brambinna Endrolli из Бергамо является одним из лидеров в Европе по этому направлению. С ней работают практически все ведущие российские нефтяные и нефтеперерабатывающие предприятия. Два теплообменника из Италии идеально впишутся в общий ансамбль оборудования КГПТО. Но для этого их нужно доставить в Нижнекамск. На этот раз выбор остановили на воздушном транспорте. Для самого эффективного НПЗ необходим самый-самый большой транспортный самолет в мире. И это, конечно, Ан-124 «Руслан». Высотой семиэтажный дом с размахом крыла, сопоставимым шириной Красной площади в Москве. Ему нет равных не только по грузоподъемности, но и по габаритам грузовой кабины. Поэтому для «Руслана», который за один раз способен перевести более 120 тонн груза, теплообменник под 70 тонн, конечно, не предел. Вот как вы думаете, где я сейчас нахожусь? Визуально кажется, что это тоннель метро. На самом деле это грузовой отсек самолета «Руслан», где и будет установлено то самое специальное оборудование, теплообменник, который полетит из итальянского Бергамо в наше Бегишево. Сейчас здесь идет тщательный, длительный процесс установки специальных рельс. И этот процесс займет несколько часов. Эти несколько часов длятся не в томительном ожидании, а в процессе активной работы. У сотрудников компании «Волга Днепр» нет времени не то что для интервью, даже для минутного отдыха. Интеллектуальные расчеты совмещаются с работой с тяжелым инструментом. На определенном этапе к команде «Волга Днепр» подключаются специалисты из Италии. В аэропорт прибывает сам груз, теплообменник и специальный кран, с помощью которого оборудование будут перемещать в самолет. Прибытие на место загрузки того самого оборудования. На что внешне оно похоже? По-моему, это настоящая подводная лодка. Но это теплообменник, который играет большую важную функцию для комплекса глубокой переборки тяжелых остатков. И не каждая компания такое сделает. В Бергамо такая нашлась. Пока самолеты на соседней полосе взлетают и садятся, итальянский крановщик вступает в жаркий спор с коллегами по цеху. Живое общение попадает в объектив нашей камеры тот самый лайв, как говорят телевизионщики. Прерывает который сообщение, что здесь снимается фильм «Анда». И итальянец принимает правильную позу. За процессом погрузки все это время внимательно следит и руководство итальянской компании «Брембана». Исполнительный директор Марка Раттолли в интервью нашей программе сообщает, дело в том, что заказчик поставил перед итальянской стороной достаточно сжатые сроки для изготовления оборудования. «Тайфенка» рассматривается нами как очень надежный партнер, который быстро принимает решения. В результате мы смогли уложиться в нужные сроки, хотя это было непросто. Отличный опыт, великолепное сотрудничество. Надеемся продолжить его и в будущем. Пока суть до дела. На аэропорт в Бергамо спускается поздний вечер, и здесь приступают к самому ответственному этапу погрузки. «Оборудование постепенно, сантиметр за сантиметром, миллиметр за миллиметром перемещается в сторону грузового отсека самолета «Руслан». Интересный момент. Все это время теплообменник – это собственность итальянской стороны. Поэтому итальянцы очень внимательно следят за процессом. И только когда оборудование полностью окажется в грузовом отсеке самолета, все – это собственность «Тайфенка». Теплый вечер в Бергамо сменяется пронизывающим ветром в Бегишево. Но если не брать погодные условия, в остальном процесс теперь уже разгрузки оборудования ничем не отличается. Только на этот раз за ним внимательно следят уже топ-менеджеры компании «Тайфенка» во главе с генеральным директором Рушаном Шамгуновым. А так все те же знакомые нам процедуры. Последние штрихи в портрет КГПТО. Теперь можно говорить уверенно. Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков в Нижнекамске приобретает реальные очертания и выходит на финишную прямую. Уникальный проект практически готов к запуску. Тимур Бекмурзин и Андрей Мохов. Бергамо. Нижнекамск. Черное озеро. По будням в 21.00.